Привет, народ! Сегодня у нас опять распаковка товаров с магазина Banggood И все товары, которые я заказываю на китайских сайтах, это у нас на тему охоты Либо для охоты Поэтому в этот раз я себе... А, ну я много чего заказывал, поэтому тут не написано, что у нас пришло Но в принципе мы просто сберёмся А, всё понятно Это у нас фляжка, объясню какая И газовая горелка Газовую горелку заказывал за 10 долларов Ссылочки все будут в описании Потому что у этой газовой горелки... Смотрел обзоры на 7-долларовые газовые горелки Но они мне не совсем понравились Вот Эта газовая горелка более широкая Поэтому её и заказывал То есть горелка такого плана Горелками уже на охоту пользовался Если бы мне кто-то раньше сказал Что... Относительно руки сейчас покажу Если бы мне хоть кто-то раньше сказал, что я буду пользоваться горелками газовыми Я бы, конечно, рассмеялся Но теперь мы начали выезжать на охоты Охоты у нас проходят ориентировочно От двух до трёх суток Поэтому для приготовления пищи У Димы, моего друга, есть газовые горелки Почему используем именно газовые горелки? Потому что они быстрые Они дешёвые Они компактные И, в принципе, мы не выезжаем на такие расстояния Где бы мы не могли достать газ Вот Газовые горелки Они в два раза быстрее кипятят воду Чем, к примеру, печи-щепочницы Которые идут турбинного типа А если щепочница-печь бестурбинная То есть просто она будет кипятить порядка 22 минут Это вот обзоры есть на YouTube-каналах Поэтому, проанализировав это всё То есть мы определились как бы на газовые горелки Чем ещё хороша газовая горелка? Не под такой баллон Под другой закруточный баллон надо Ну да ладно, этот отдам Димону То есть данные горелки Если что-то надо там осмолить К примеру, когда проходит охота на уток То Дима, он их ощипывает И потом смолит Я как бы просто снимаю шкуру Вырезаю грудки, крылышки и ноги Всё остальное я с собой не беру Многие могут сказать, что Газовая горелка это хорошо Но костёр это надёжней Полностью с ними согласен, что костёр это надёжней Но дело в том, что времени на приготовление пищи У нас ограничено И ещё раз повторюсь У нас есть возможность Брать с собой газовые горелки Скажем так Они себя очень хорошо зарекомендовали Потому что первый раз, когда я увидел газовые горелки У Димы, когда мы с ним первый раз поехали на охоту Я как-то скептически к этому отнёсся Хотя теперь я очень проникся газовыми горелками Ихними возможностями, ихними неприхотливостью Кстати, газовой горелкой Мы готовили еду даже в машине Поэтому считаю, что это идеальный вариант К примеру, газовой горелкой Вы можете отапливаться в палатке Но мы как бы палатками ещё не пользуемся Мы ночуем в машине И готовили мы еду в машине Потому что на улице было просто очень холодно Тем самым мы можем даже обогреваться газовыми горелками в машине Они у нас идут вот в таком вот боксе То есть у меня в рюкзаке Уже с китайских сайтов Лежать будет горелка Лежит у меня стулец В прошлый раз обзор на него был То есть он постоянно уже со мной И лежит дальномер Следующая вещь, которую я заказал Это фляга Почему, скажем так, заказывал себе флягу Многие могут сказать, что Ты знаешь, там Можно взять обычную Ну, на охоту Литровую бутылку И пользоваться литровой бутылкой Пластиковой Которую можно найти в любом магазине И, скажем так, в машине Она у меня всегда лежит Там пустая, валяется Либо от кваса, либо ещё от чего Поездивши с Димой И понявши плюсы всех газовых горелок Единственный минус Который я для себя понял То, что у меня нету Кружки в чём кипятить А так как данная фляга У нас идёт С таким вот котелком Фляга алюминиевая Котелок алюминиевый Имеет ручки Кипятить воду теперь Я буду вот В такой вот походной кружке До этого у меня походной кружки не было Вот Ну и, скажем так Она мне до этого не была нужна Потому что те охоты, на которые я ездил Они были у меня однодневные И они не подразумевали с собой Как перенос еды Вот Также и приготовление пищи в походных условиях Поэтому до этого тема мне Фляг была совершенно неинтересна Ну вот Заказал фляжку Теперь она будет у меня также В рюкзаке Вот Постоянно здесь Там образно налил воды Вот И чтобы в рюкзаке была То есть у меня рюкзак В зависимости от того На какие я охоты хожу Вот Также он укомплетован То есть лишнее я выкидываю в машине У меня с собой всегда стоит Контейнер Арктика То есть Ну как бы складской ящик Вот То есть лишнее я скидываю туда И беру самое необходимое С собой на охоту Ну считаю, что Фляжка Должна быть Вот Такого плана Либо любого другого Это уже совершенно без разницы Но что вода должна быть У охотника с собой Это однозначно Потому что Когда вы ходите Иногда захочется пить А иногда В порыве Желания добыть Больше уток И ходя по каналам То есть у меня охота Получается там В районе От 4 до 5 часов Я хожу И даже было Один раз Было очень жарко У меня с собой Воды не было Вот Я настолько Наверное Перегрелся И потерял Обезвоживание Было организма Что ноги Начали брать Судороги Поэтому Теперь вот У меня Скажем так Будет вот такая вот Походная Охотничья Фляжка Ну Которая всегда Будет валяться У меня в рюкзаке Вот такой вот Краткий обзор На те вещи Которые я приобрел В магазине Banggood Вот Если вас Интересуют Какие-то вещи С данного магазина Пишите в ссылочках Я эти вещи Закажу Если они Естественно Будут Скажем так Нужны для охоты Вот Хотя бы так Издалека Вот Я закажу И эти вещи Я постараюсь На практике Опробовать Вот Как бы Тем самым Это будет Новая пища Для Это будет пища Для нового видео Вот И тем самым Я могу быть вам полезен Потому что Многие Как бы Стесняются Скажем так Заказать вещи На Китайских сайтах Думают Что их там Обманут Ну На данный момент Это у меня уже Шестая Или седьмая вещь То есть В принципе То Что я хотел Получить Я от этих вещей Получил Данная фляга Стоит На данный момент Около 15 долларов Поэтому В принципе Может для кого-то Это дорого Может для кого-то Это дешево Я не знаю Но Фляга Легкая Фляга Алюминиевая В ближайшее время Поеду охотиться На бобров Я думаю Дня через три Вот На два дня Или на три дня Поеду Поэтому Мы испытаем Данную фляжку Именно Не саму фляжку Мы испытаем Фляжку-то Испытывать нечего С нее-то Много чего Не возьмешь Но мы испытаем Саму кружку Вот Нижнюю часть Испытаем Посмотрим Ну Насколько тут Выдерживает Алюминий Вот Нагрузки От горелки Поэтому Вот Вот такой видос Скажем так Бушкрафтер С меня Никудышный Но Любитель охоты И любитель На охоте Поесть Ну Скажем так Порядочный Поэтому Все Всего доброго Еще раз Если кому-то Что-то интересно Вещи Смотрим Магазин Бангут Смотрим Что вам интересно И я Для вас Это закажу И сделаю Обзор Также Хочу обратиться Если меня Смотрят Люди С Беларуси То Хотел бы Найти Ножевых Мастеров Которые Работают Официально У меня Для вас Будет Ну Скажем так Очень хорошее Предложение От которого Я думаю Вы не сможете Отказаться Для вас Это будет Интересное Предложение Дневнее Оно Совершенно Без Разниц Просто Помочь Одной Второй Стороне Поэтому Люди Которые Знают Людей Которые Занимаются Ножами В Беларуси Пускай Они со мной Свяжутся И мы С ними Обсудим Одну Из Интересных Тем Теперь Уже На этом Всего Доброго До Скорых Встреч Пока Пока Продолжение следует